Переговоры между Москвой и Киевом всегда были фейком, и поэтому по поводу событий 29 марта нынешнего года в Стамбуле у меня не было никаких иллюзий. Я слушаю, что сейчас ситуация развивается по известной анекдоте про Рубиновича, который говорит, что у меня с большевиками только небольшое разногласие по земельному вопросу. Я хочу, чтобы большевики лежали в земле, а большевики хотят, чтобы я лежал в земле. Владимир Путин хочет безоговорочной капитуляции Украины, признание российской юрисдикции над Крымом, Донбассом и сухопутным коридором в Крым. Украина хочет ровно обратно, и на такие условия идти не готова. Поэтому боевые действия будут еще продолжаться в активной фазе, я думаю, до середины лета, после чего начнется длительная затяжная оппозиционная война. Но ни о каком мирном договоре в ближайшее время говорить не приходится, поскольку отсутствует какая-то база компромисса, консенсуса, который, может быть, положен содержать на основу такого договора. Получается, два месяца назад она была хоть какая-то база? Нет, ее не было и тогда. Это был просто умелый пиар-прием, который применил помощник Владимира Путина Владимир Мединский, потому что России нужно было как-то оправдать свое поражение на киевском и черниговском направлении и соответствующий отвод войск, и преподнести этот отвод войск как большую уступку Украине и вообще мировому сообществу в рамках некоего несуществующего мирного процесса. Столько и всего. То есть это был чисто манипулятивный прием, который никак не свидетельствовал о реальных содержательных мирных переговорах. Но ситуация, когда обе стороны не готовы сейчас вести переговоры, и обе стороны уверены в своей победе, и обе стороны готовы играть в долгую, она не кажется вам более опасной сейчас на самом деле, раз нет никакого... Она чрезвычайно опасна, но она стала неизбежна уже в первые дни войны, когда провалился российский блицкрик. План А Кремля. Овладеть Киевом за три дня и за две недели поставить под контроль большую часть Украины. Здесь был большой расчет на нелояльность определенных украинских генералов, чиновников, спецслужбистов, на то, что значительная часть украинского народа выйдет встречать российские войска хлебом с солью. Когда все это не состоялось, стало понятно, что никакого эффективного плана Б у России нет. Кроме того, также стало ясно, что украинские вооруженные силы вполне боеспособны и готовы долго воевать с российскими войсками. Наконец, Запад, убедившись в том, что Украина не пала за несколько дней, как считали политические и военные аналитики по обе стороны океана, везде, от США до Израиля. Это не будет исключительно кремлевской фантазией. Запад начал активно поставлять в Украину оружие и применять санкционные механизмы против России. Поэтому сейчас складываются все предпосылки именно для затяжной войны. Так оно и будет. И эта война будет крайне изнурительной, в первую очередь, для Украины. На что рассчитывает Владимир Путин? Он полагает, что экономический крах Украины, который неизбежен в условиях войны, и разрушение ее критической инфраструктуры, в первую очередь, ракетно-бомбовыми ударами российских войск, поставит ее на колени и заставит подписать некий мир на путинских условиях. Соответственно, Украина и значительная часть остального мира рассчитывают ровно на обратное, что изнуренная Россия вынуждена будет дать задний ход. Но сейчас эти плоскости никак не пересекаются. А что подкрепляет эту веру Кремля в том, что уж у них-то ресурсов хватит, и украинские закончатся раньше? Так склонен думать Владимир Путин, у которого нет опыта серьезных поражений. Он не знает, как вести себя в таких ситуациях. Он шел как политик, как президент от победы к победе. Кроме того, на уровне психологии бессознательного, он вообще привык к тому, что некий крах той системы, которой он служит, приводит ему к большому успеху. Крах Советского Союза сделал его вторым человеком города Санкт-Петербурга из мелкого спецслужбистского клерка. Крах администрации Анатолия Собчака в Петербурге президентом России. Сейчас он должен стать председателем земного шара. Он еще надеется на то, что экономические неурядицы в Европе в ближайший год-полтора, в первую очередь критический рост цен на продовольствие и энергоносители, заставит европейских политиков пересмотреть свои отношения к России, отменить санкции или, по крайней мере, существенно их смягчить. И в этот момент и настанет триумф спецоперации «Зет». А собственные экономические неурядицы его пока не смущают. Его не смущают, поскольку он делает ставку, как и его гораздо более мощный исторический предшественник Иосиф Сталин, провозгласивший это в качестве программного тоста на банкете в честь Дня Победы в 1945 году на безграничное и бесконечное терпение русского народа, которое гораздо больше, чем терпение европейцев. Поэтому в этом конфликте терпений Российская Федерация имени Владимира Ивановича Путина должна победить. По его мнению. Начали говорить о переговорах, что их нет формальных между Москвой и Киевом, но были такие локальные. Неформальные, если фактически нет и не было. Да, но есть локальные переговоры по конкретным вопросам. На этой неделе эвакуация части бойцов с Азов-Сталин. Мы не знаем, какой части, сколько осталось, сколько эвакуировано точно. Но в России, в Госдуме уже заговорили сразу, что и закон нужно принять о том, что это нацистские преступники, мы их не будем обменивать, они подлежат в суду и так далее. Что это за... Это идет нарушение договоренностей со стороны Москвы? Мы, во-первых, не знаем, какие договоренности достигнуты. Никакой официальной позиции общей нет по этому вопросу, так же, как и по всем остальным. Украина говорит, что это эвакуация с целью последующего обмена. Россия говорит ровно обратно, что это просто взятие в плен, и лишь потом будет решаться, что делать с этими бойцами. При этом общественное мнение в России, естественно, формируется и нагнетается активным направлением казни этих людей в качестве демонстративной победы над современным нацизмом с точки зрения Кремля. И поэтому даже в Государственной Думе депутат Слуцкий, который сейчас возглавил Либерально-демократическую партию России после смерти Вадима Вольфовича Жириновского, легендарного, говорит о том, что надо приостановить мораторий на смертную казнь, ради того, чтобы расправиться с бойцами полка АЗОВ. Не исключено, что это, опять же, кремлевская игра с тем, чтобы Владимир Путин в решающий момент мог проявить милосердие и предстать добрее, чем весь его народ, и единственным европейцем в России, с которым тем самым Запад может все еще иметь дело и, так сказать, помиловать бойцов, отдать их на обмен. Но пока не ясно. Опять же, сейчас нет ни одного официального, не то что документа, а даже устного свидетельства, которое отражало бы общую точку зрения на этот вопрос. То есть непонятно, о чем договорились Россия и Украина, и договорились ли вообще. А после чего можно будет хоть с какой-то уверенностью говорить о судьбе этих людей с АЗОВ-стали эвакуированы? Скорее всего, я думаю, что они все равно станут объектами уголовного преследования в России. Будет уголовный процесс под крышей Следственного комитета Российской Федерации, потому что для Кремля очень важно получить теми или иными способами реальные или фальсифицированные, но свидетельства бойцов АЗОВа, которые подтверждали бы военные преступления со стороны Украины. И вот когда это будет зафиксировано в ходе допросов потом в судебном решении, тогда уже после суда над этими людьми Путин может их помиловать и обменять. Я думаю, что развитие событий может быть примерно таким. То есть люди эти, бойцы с АЗОВ-стали, они становятся такой пропагандистской, что ли, картинкой? Конечно, конечно, потому что у России практически нет побед во время в ходе спецоперации ЗЭТ. И даже 9 мая на параде Владимир Путин не назвал ни одного успеха этой спецоперации, вопреки многочисленным ожиданиям. Поэтому в качестве первой главной символической победы будет рассматриваться, восприниматься взятие АЗОВ-стали, тем самым Мариуполе в целом, а значит замыкание сухопутного коридора на Крым. Но еще, поскольку Путин неожиданно в процессе спецоперации понял, что он ведет борьбу с глобальным нацизмом, который победил везде, кроме России, очевидно, и Китая, в том числе и в Европе, ведь уже звучит около кремлевская точка зрения, что и сам блок НАТО является нацистским и создан для взятия реванша за Вторую мировую войну. То есть тем самым, как бы, говорится о том, что нацисты создали НАТО, чтобы Германия взяла реванш за Вторую мировую войну. Доля, правда, в этом есть, потому что, действительно, в результате создания НАТО и, присоединяясь, став частью свободного мира и демократической страной, Германия реабилитировала себя во многом за Вторую мировую войну, превратившись в одного из лидеров Европы и вообще свободного мира. Но пропагандистское безумие Кремля усугубляется, и поэтому, поскольку полк НАТО объявлен сборищем эталонных нацистов, важна и символическая, демонстрируемая всеми силами, победа над этим нацизмом, конкретно в Мариуполе НАТО встали. Вы сами заговорили о НАТО, еще одна такая тема недели, собственно, Финляндия и Швеция готовы в НАТО вступить, и это будет самая длинная сухопутная граница России с альянсом. При этом Владимир Путин говорит, что у нас вообще нет проблем с тем, что Финляндия в НАТО вступает. То есть, с Украиной были проблемы, а с Финляндией нет проблем? Нет, но, во-первых, с Украиной были... Качественная разница для Путина в том, что Украина это свое. Он считает, что там живет русский народ просто обманутый, искусственно превращенный в украинский, западными пропагандистами и натовскими идеологами. В первую очередь англосаксонскими. А в Финляндии и Швеция это не свое, поэтому мы, естественно, относимся к этому спокойно. Но, кроме того, Кремль и лично Путин очень рассчитывают, что Турция заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и поскольку тем самым в ближайший год Швеция и Финляндия не станут членами НАТО, а согласно путинскому замыслу, через год-полтора вообще настанет полный триумф спецоперации Z из-за переворота в Европе и примирения Европы с Россией в ущерб США, и тем самым на Украине все поставят крест тем более, то пока Швеция и Финляндия будут вступать, тут-то Кремль и победит. Поэтому Путин демонстрирует такое нарочитое спокойствие по отношению к перспективам евроатлантической интеграции этих двух стран, на деле, естественно, означающем, что Владимир Путин, как никогда, консолидировал и сплотил западный мир против себя и против России, что имеет для России, безусловно, долгосрочные негативные последствия. Вам кажется, военное командование России, кроме Владимира Путина, его оптимизм разделяется в том смысле, что генералы, наверное, должны понимать, что блок НАТО у границ России – это как раз и есть ассорт. Военная элита в России, особенно со времен уничтожения титульных знаков Егор Иосифа Сталина в конце 130-х годов, полностью подчиняется политической. Военные делают и говорят то, что хочется услышать и получить от них политическое руководство в лице Путина. Их собственный оптимизм не имеет значения. Уже совершенно очевидно, что нынешняя российская армия непригодна к большой войне, что в результате, в том числе, проведенных при Путине военных реформ, эти вооруженные силы трансформировали в силу для спецопераций как раз и локальных конфликтов. И именно поэтому Путин назвал войну спецоперацией, потому что и сознательно, и бессознательно хотел, чтобы это была спецоперация, а не большая война. Но это стало большой войной, и на этой большой войне старомодной иерархически устроенная российская армия демонстрирует свою весьма ограниченную дееспособность. Но сказать об этом официально российские военачальники не могут, поэтому будут следовать путинской стратегии взятия измором как Украины, так и окружающего мира. А вы верите в то, что, как пишет британская пресса, издание «Гардиан», Путин чуть ли не лично на уровне генерала-полковника руководит передвижениями войск? Разумеется, у меня, в отличие от «Гардиан», нет достоверных источников, которые бы это подтвердили. Но прекрасно зная Владимира Путина как тактика, а не стратега, который, если интересуется какими-то вопросами, он готов вникнуть в любую мелочь, я вполне готов считать, что так оно и есть. Это не кажется мне невероятным. Какая судьба ждет оккупированный Херсон, как вы считаете? Россия будет пытаться в ближайшие месяцы аннексировать его, то есть провозгласить весь сухопутный коридор, включая отдельно районы Запорожской области, Бердянском и Мелитополем, территории России. После чего будет заявлено, что любые попытки вернуть его – это уже покушение на территориальную целостность и само существование России, поэтому Россия может ответить в любых формах, в том числе с применением оружия массового уничтожения. Я понимаю, что это как-то наивно может звучать, но это же не было даже озвученными целями спецоперации, это же никаким образом к Донбассу не относится. Причем здесь? Озвученные целью, озвученными целями спецоперации были демилитаризация и деноцификация Украины. В переводе на русский язык, с путинского языка на русский, это означает следующее. Деноцификация – это взятие власти в Киеве. В Киеве должен быть пророссийский президент, что и предполагалось сделать первые несколько дней после высадки российского десанта на аэродроме Антона в Гастомеле, после чего Владимир Зеленский или должен был быть захвачен или бежать, и Россия могла восстановить Виктора Януковича на президентском посту, могла выдвинуть на этот пост одну из ключевых фигур оппозиционной платформы «За жизнь» главной пророссийской силы в Украине. До недавних времен сейчас это уже не актуально и практически не существует, а демилитаризация – это фактически уничтожение украинской военной инфраструктуры и замена армии на силу самообороны. В этом смысле Путин собирался заграбастать всю Украину. И частичная аннексия Украины является лишь составом безысходности, от невозможности реализовать планы цепецоперации «За» в целом. Хотя по-прежнему Путин считает, что когда Европу взводят от голода, спровоцированного им же, и принудят своих правителей договориться с Россией, все равно Украина, перезревшая грушу, и упадет к российским ногам, к кремлевским ногам, стопам. И вряд ли, что, ну, конечно, милостивый, милосердный тиран, сидящий в Кремле, готов отдать Западу, так скажем, Бенгрии и Закарпатья, Польше, Галичину и Волынь. Но большую часть Украины их заберет себе. Вы думаете, что в оккупированном Херсоне даже формального референдума не будет? Я думаю, что Кремль боится проводить референдум в Херсоне, поскольку в отличие от Крыма образца 2014 года его исход не ясен. А как это можно тогда сделать даже юридически? Ну, как-то для этого, так сказать, и сидят кремлевские юристы, чтобы придумать какую-то хитрую схему, которая точно будет соответствовать ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательства. Владимир Путин вообще любит такие принципы и такие методы. На этой неделе опять начались большие передвижения в Беларуси войск на грандиство с Украиной, и опять пошли разговоры о том, что может быть, и как раз Лукашенко с Путиным встречался на этой неделе, пошли опять разговоры о том, что может быть действительно опять со стороны Беларуси возможна агрессия на Украину, и Путин с Лукашенко договорились наконец-то по этому поводу. Как вы думаете, все-таки? Владимир Путин давно хотел от Александра Лукашенко, чтобы тот отправил белорусские войска на западную именно Украину, по многому, чтобы спровоцировать вот польских войск. Это реальная тактическая цель Путина. Сделать так, чтобы Польша ввязалась в конфликт, и он мог заявить о том, что НАТО участвует в войне против России. Ясно, Александр Лукашенко, при всей его нынешней независимости от Путина, прекрасно отдает себя отчет в том, что этот сценарий для Беларуси катастрофический. Поэтому всячески будет его избежать. Но и так уже территория Беларуси используется для обстрелов в Украину, для ракетно-бомбовых ударов, для взлетов боевых самолетов Российской Федерации. Поэтому можно сказать, что Беларусь активно вовлечена в войну, и отмазаться от этого Александру Лукашенко не удастся. Просто он не хочет допустить разгрома собственной армии, которая всего состоит из 30 тысяч дееспособных бойцов. А рычаги влияния еще остались у Путина на Лукашенко, чтобы все-таки начать? Остались, Лукашенко сопротивляется, Путин давит. Во что это выльется, мы узнаем в ближайшие дни. Спасибо большое. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова